Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна и сегодня посмотрим мой заказ по 16 каталогу компании Фаберлик. Заказ интересный здесь и заказ, и автозаказы я вам еще покажу. Вот такая вот коробочка, видите, просто сверху тут все мне положили. И, конечно же, я с вами делюсь поделиться своим заказом. Что-то из этого я уже успела попробовать, что-то еще не успела, где-то повторные покупки. В общем-то, как всегда, много нового и интересного. И сразу, если вдруг у кого-то появится вопрос по поводу макияжа моих губ сегодня, у меня на губах вот такая вот жидкая матовая помада от Influence Beauty. Это личный бренд... Нет, это, наверное, не личный бренд, это просто новая косметика, которая появилась в Magnet Cosmetic. Смотрите, какая классная прозрачная палочка. И в золотом яблоке теперь тоже есть и Influence Beauty. Отличное качество губной помады. Мне очень понравился цвет, поэтому я его, в общем-то, и приобрела. Я люблю акцентные губы. А здесь и серый, и фиолетовый. Оттенок 12. В общем, если он вам понравится, я прям последний урвала в нашем Magnet Cosmetic. Ну, надеюсь, что если вам оттенок понравился, и вы тоже любите яркие акцентные губы, то и вам достанется. Ну что, хочу начать, наверное, с того, что вы видите сейчас на мне. Я заказала себе вот такой вот джемпер из коллекции «Зима 2021-2022». Автор вот этой красоты Андрей Бурматиков. Такой джемпер, он представлен еще в белом... Нет, в бежевом и в черном цветах. Ну, бантики везде белые. Я вообще долго размышляла, оставлять мне этот джемпер или нет, потому что он прям такой коротенький. Но я решила, что с юбками с высокой посадкой можно, в общем-то, его будет носить. И он прям коротенький, вот такой вот в талию. И что еще меня немножко смутило, у девушек в каталоге это прям полноценный джемпер вот с таким длинным-длинным приспущенным рукавом. У меня же это рукав, как вы видите, вот, в общем-то, три четверти. Ну, я его вот так немножко подергиваю. Вот он такой достаточно объемненький здесь, не в облипку. И, ну, в общем, я решила оставить. Мне кажется, он такой милый, праздничный, новогодний, девичий. И, в общем-то, ну, мне кажется, в моем возрасте еще вполне можно вот такие бантики носить. Ну да, лет через пять, как сказала моя мама, ты в таком уже не походишь. Поэтому, если к душе, то бери. Ну, мне, в общем-то, нравится такой бордовый цвет. Что хочу сказать. Ну, у меня рост 180, поэтому, может быть, у меня он прям в талию, да, такой достаточно короткий. Если у вас рост поменьше, то, наверное, он вам будет длиннее. Ну, и рукав, соответственно, вам тоже будет длиннее. Хотя я не знаю, на какой рост рассчитан вот этот вот рукав. Ну, не знаю, мне кажется, тут ручки должны быть, как у Тираннозавра, маленькие, коротенькие. Ну, чтобы был полноценный вот такой вот длинный рукав. Я не знаю, тут сантиметров 30 надо, чтобы сантиметров на 30 надо, чтобы рука короче была. Ну, я не знаю, такие руки при каком росте. Наверное, как у моего сына должен быть рост. Вот. 123-124. Что хочу сказать еще по поводу вот этого джемпера. Он тоненький-тоненький. Он явно не для тепла. Он для красоты. Вот. Ну, все-таки решила оставить. Думаю, ладно, к Новому году. С юбками плесе носить. Потом и на работу вполне можно в таком джемпере ходить. Мне кажется, он такая базовая, хорошая, милая вещица. Поэтому, если вы ищете себе джемпер для красоты, а не для тепла. Потому что он прям тоненький. Он прям просвечивает. Но, в то же время, он очень легкий. Он очень мягкий. И хочется сказать, что, конечно же, ну, сейчас у меня этот джемпер в размере 46. Мне кажется, он должен сидеть посвободнее. Но у меня сейчас, будем честны, не совсем 46. Да, у меня, наверное, сейчас размер 48. Но, так как я худею, естественно, я решила взять 46. То есть, это тот мой размер 44-46, который я ношу стандартно всегда. Поэтому я сейчас скину килограмм 20 еще, и будет мне хорошо этот джемпер. Вот, поэтому к следующему Новому году буду в нем прям совсем красивая. Ну, а сейчас вот так. Ну, что ж, теперь благо тянется, да? Еще из коллекции Бурматикова мы заказали мужские вещи. Мы снимали примерку уже в 12 часов ночи с мужем, когда он пришел с работы. В общем, мы... Я заказала ему два джемпера. Один черный такой в лапшу, другой темно-синий. И вот он сказал, что свитер темно-синий он оставляет. А такой вот в лапшу черный джемпер мы решили вернуть. Он сказал, что ему не нравится, как сидит вот здесь. Он говорит, как-то все топорщится, торчит. В общем, мы с вами посмотрим сейчас примерочку. Вот этот джемпер темно-синий Миланж в размере 54. И тот черный в 54 размере. Здесь у нас модель 151 М2302. Вот так смотрится этот джемпер. У мужа рост у моего 194 или 196 сантиметров. Ну и размер 54 он всегда носит. Поэтому я ему, в общем-то, 54 и заказала. Так, вот здесь ниточка из рукава торчит. Я ее специально не стала отрезать. Посмотрите, какая красивая вязка. Ну, сейчас на камеру, да, более-менее четко, правильно передает цвет. Только, наверное, более синий. А на деле он более серо-синий. Вот так вот. Горло. Ну, тут прям в составе есть шерсть. 5%, правда. Но он очень приятный. Он очень такой мягенький. Он теплый. Он приятный к телу. У меня муж такого плана вещи любит. И он, в общем-то, его оставил. Посмотрите на примерке, как смотрится эта вещь. И у нас сейчас есть на складе такие джемперочки еще. И можете заказать для своих мужчин. На подарок даже, мне кажется. Ну, так вот на каждый день носить или куда-нибудь выйти там в кино. Например, почему бы и нет. В общем, приятная вещичка. И я рада, что мужу понравилось. И она остается у нас дома. Вот. А вот этот черный джемпер, он сказал, что ему не нравится. Хотя ему понравилось, что достаточно длинный рукав. Но ему не понравилось, как вот в районе груди. Как-то топорщится. Он говорит, я такое носить не буду. Ну, не будешь и не надо. В общем-то, что я могу сказать. Да? Ну, смысл спорить, если человеку не к душе. Поэтому он его вернул. Ну, и давайте с вами перейдем теперь непосредственно к самому заказу. Ну, давайте достанем, что тут у нас в пакетике лежит. Давайте пошебуршим чуть-чуть. Я заказала на подарок бабушке вот таких вот шоколадных тигров на Новый год. У меня бабушка очень любит фаберликовский шоколад. Потому что он идет без сахара. А она следит, так скажем, за своей фигурой. Да? Потому что зимой она ведет малоподвижный образ жизни. А летом работает постоянно на огороде. И, естественно, когда она зимой садится, так скажем, она начинает набирать вес. А ей нельзя. Поэтому ей очень нравятся фаберликовские шоколады. Я решила вот таких вот шоколадных тигров, милых, симпатичных, ей заказать в подарок на Новый год. Также, наконец-то, себе я урвала вот этот чай. От Нечая Family Club клубника и лайм с клевером. Это мой любимый зеленый чай в линейке Нечаев. И вообще он, в принципе, очень вкусный. У нас его очень долго не было на складе. Приятный такой вкус. Землянички с кислинкой. Мне прям нравится. Мелисса здесь ощущается. Такой очень летний вкус. Долго не было на складе. И я заказала. Но вот сейчас пошла снимать видео, проверила наличие. И у нас опять этого чая нет. В общем, я надеюсь, что все, кто ждали этот чай, тот его успел заказать. Моя сестра заказала вот такой вот гель для душа Story de Amour. Я вам говорила о том, что я ей отдавала вот этот гель на добивку. И это в пустых баночках. Вот последних я вам рассказывала. И что ей очень этот гель понравился. И она заказала, в общем-то, его еще. Посмотрите на распродажах. Если у вас на складе еще остался этот гель, то заказывайте. Он очень вкусно пахнет вишневой косточкой и вишневым цветом. Ну и, конечно же, дизайн очень милый. И сам гель такой розовый, перламутровый. В общем, любовь-любовь. Также сестра заказала шампунь. Ботаника. Объем и густота. Для тонких и лишенных объема волос. Лен и маслозародышей пшеницы. Вообще, ботаника, шампуни, бальзамы очень даже хорошие. На постоянной основе, если вы будете мыть волосы, то вообще прекрасный шампунь. Не знаю. Я еще раз говорю о том, что для моих волос, в общем-то, без разницы, какой шампунь. Главное, какой бальзам, кондиционер и какие несмывашки. Поэтому шампунь хороший. Мне он напоминает чем-то бабушку Агафью, чистую линию. А я люблю такие шампуни. Вот смотрите, у меня сейчас дорогим шампунем помыты волосы. Ну, в принципе, если я вот таким вот помою и нанесу те же самые несмывашки, по большому счету, получится примерно то же самое. Вот честно. Ну, такого блеска только что не будет. А в остальном... Шампунь, он и в Африке шампунь. Так, дальше давайте я вам покажу вот такую вот интересность. У нас появляется в шестнадцатом каталоге чай. Новинка. Это чай в апельсине. Сто процентно натуральный продукт. Есть зеленый чай в апельсине, есть черный чай в апельсине. Я заказала зеленый, потому что я люблю зеленый чай. В общем, на самом деле, тут написано, что это какой-то редкий сорт апельсина, специально как-то высушен и доставлен к вашему столу. Ну, начнем с того, что очень красивая упаковка. Вот этот чайничек с бананом, он такой ребристый. Написано, что это зеленый чай в апельсине со вкусом, с ароматом банана. В общем, открывается вот на подарок вообще здоровская идея на самом деле для тех, кто любит с чаем заморачиваться, то есть заваривать. Не просто вот там чай пакетик опустил, вытащил. В общем, здесь реально вот такой вот апельсин, посмотрите. Он пахнет засушенной цедрой. Сверху тут еще была крышечка и внутри прям зеленый чай насыпан. Вот он. Ну, что я могу сказать? Нужно заваривать этот чай в заварнике. И тут написано обязательно кусочек вот этой вот кожуры тоже бросить в заварник. Ну, в общем, я кинула крышечку, немножко чая я наскребла. Хороший, вкусный зеленый чай с легким таким запахом, ненавязчивым запахом банана. И то, если принюхиваться. В остальном, ну, не знаю. Может, я, конечно, не особый ценитель там каких-то интересных чаев. В этом плане я больше по кофе, да. Я ценитель какого-то крутого кофе, дорогого по чаю. Ну, чай, чай вкусный, хороший зеленый чай с ароматом банана. И вот цитрусы, честно, я вообще там не почувствовала. В общем, стоит ли он своих денег? На мой взгляд, нет. Но в качестве подарка, если у вас есть друзья, родные ценители чая, которых удивит, да, вот такая подача. Ну, на самом деле, согласитесь, интересно, оригинально. Ну, тогда, да, можете смело приобретать. Ну, в общем, вот такая вот штука-дрюка. Знаете, мне кажется, в современном мире, где миллион уже всего придумано и выдумано, вообще сложно человека чем-то удивить. Вот, ну и, кстати, вот этот апельсин, он был плотно-плотно заварен в пленку. То есть он не рассыпется никак. Можно смело покупать и дарить. Ну и в самой коробочке он тоже вот таким вот образом упакован был. В общем, интересно, да, интересно. Но вот чисто, знаете, там для себя, если вы просто хотите себе, ну, там, чая прикупить в запас, ну, я бы не стала покупать второй раз, честно говоря. Дорого за немножко чая. Так, далее. Что еще я вам покажу? Ну, давайте. Тут прям сверху лежат. Не буду уж надолго откладывать. Это новинки. У нас появляется пять видов приправ в линейке Нечаев Фэмили Клаб. Это правильная приправа. Но у нас на складе я смогла урвать только три вида. Это для ароматного мяса, для сочной курочки и для пасты и круп. Там еще есть для свежих овощей и какие-то итальянские травы, по-моему. Но, в общем-то, я их не особо-то и жаждала купить. Поэтому я рада, что именно вот эти три у нас на складе были. Смотрите, здесь по 72 грамма. То есть, это достаточно нормальный вес, я считаю, для приправы. Баночки сделаны так достаточно стильно. Я буду прям не хранить. Я никуда ничего пересыпать не буду. Так, здесь зафольгированы. Я еще не готовила с этими приправами. Если получится мне что-то приготовить до того момента, как я это видео опубликую, то я вам ставочку обязательно сделаю. Так, вот смотрите. Для пасты и круп. Мне прям интересно, как ее использовать. Так, рекомендация по использованию. Полторы ложки приправы на килограмм продукта. А это как? Это уже когда сваришь туда добавлять эту приправу или как? У тебя чуть ничего не написано. 24 месяца с даты изготовления. Ой, пахнет как! Тут кари, мне кажется, есть. Паприка, куркума, кориандр, шамбала, черный перец, чеснок, укроп, перец красный чили, имбирь, мин, курмин, мускатный орех, петрушка, корица, гвоздика. Тут чего только нет, даже семена чая есть. Ой, как вкусно пахнет, обалдеть! Мне кажется, это надо добавлять прямо вот в готовую крупу, в готовую пасту. Так, и смотрите, здесь вот такая вот крышечка. С одной стороны вы можете насыпать, видите, здесь такие дырочки есть, а с другой стороны можно прям вот маленькой ложечкой туда залезть и накладывать. Вообще здорово, мне кажется, классно! Состав у всех этих приправ натуральный, все они пахнут очень вкусно. Давайте, а вот здесь, кстати, для мяса 80 граммов, для круп 72 грамма и для курицы тоже 80 граммов. В общем, давайте я вам назову артикулы, чтобы вы зашли на сайт и посмотрели, есть ли у вас на складе и более подробно ознакомились с составом. Итак, для ароматного мяса 16-13-4 артикул, для сочной курочки 16-13-1, и для пасты, ой, как я глубоко вдохну, до горла дошло аж, 16-13-2. Вообще классно! Я рада, что я урвала вот эти приправы. Они идут на базе нашей вот этой правильной соли с пониженным содержанием натрия. Не знаю, я за этим не гонюсь, я просто люблю хорошие, качественные, вкусные приправы. Вот, и понятное дело, что курицу мясо готовишь каждый день и через день, и они точно лишними не будут. Вот вообще, вообще никак! 147 рублей со скидкой консультанта. Каждая приправа мне обошлась. Я считаю, что это вполне нормально. За натуральную приправу в ленте точно дороже. Вот с такой приправой мы готовили куриные бедрышки. Видите? Она такая достаточно крупная и на курице видна. В общем, уже продегустировали. Получилось вкусно. Приправа вкусная, ароматная. И вот прям ощутимая на курочке, прям ощутимая. А вот с такой вот приправой для пасты икру я готовила гарнир на днях, в картошку добавляла. Кстати, тоже очень вкусно с картофелем. Вот такая вот приправа заходит. Поэтому приправки могу рекомендовать. Если любите разные приправы, то смело покупайте и по цене, на самом деле, хорошо, в ленте дороже. Вот, приятного аппетита! Так, дальше давайте смотреть, что тут у нас есть. Естественно, положили 17 каталог. Обзор 17 каталога «Листалка» есть на моем канале. Это каталог уже новогодний, такой весь атмосферный. Новиночки, конечно же. Ну, на данный момент я еще не заказала. Но когда это видео выйдет, наверное, я новинки уже успею заказать по этому каталогу. В общем, будем с вами смотреть. Давайте с вами сюда поставим. Пусть каталог тоже создает праздничное настроение. Так, дальше. По скидке лайк я взяла себе омега-369. И это средство всегда должно быть у меня дома. Когда начинается сухость кожи, например, я всегда начинаю пить. И я и муж, поэтому всегда в запасе должна быть хотя бы баночка. Так, далее, далее, далее. Что у нас тут? У нас тут еще, конечно же, новогодние новогодности. Это мыло. Мыло линейки Lovely Moments. Стигренка. Тут его должно быть 7 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, где-то еще одно должно быть. Да, вот оно. Семь. Семь кусочков мыла. Мы с вами все это мыло подробно уже рассматривали в обзоре новинки какого-то 16-го каталога. Хорошее мыло в форме тигренка и таким нежным ароматом Johnson's Baby или мыло Dav. В общем, естественно, это все уже на подарки. И я купила, и мама, и сестра, и для себя любимых. Далее, с мандаринкой. Вот таких вот два кусочка у меня в заказе есть. И, конечно же, со снеговичком, который пахнет свежестью. Если вы хотите, еще раз говорю, детально это мыло рассмотреть, прямо как внутри оно выглядит, есть отдельный ролик. Поэтому я не буду 10 раз, да, тут все это распаковывать. Далее, опять же, бабушке в подарок я взяла вот такие вот бурлящие шарики. Ей очень нравятся наши бурлящие шарики. Ну и, конечно же, как я могла, ей новиночки не приобрести. Это бурлящие шары, лимонный бум и сочный мандарин. В 16 каталоге очень хорошая акция. Если вы покупаете любое количество четное, вот этих шариков, мыла, гелей для душа, то идут желтые ценники по очень-очень выгодной цене. Шарик, по-моему, 88 рублей. Гель для душа 66 рублей получается. Кстати, о птичках, да, о гелях для душа. Опять же, мы тут разгулялись, набрали и на подарки, и себе любимым. Так, что у нас тут по гелям для душа? Гель для душа яблоко и корица. Это прошлогодний гель. Он очень вкусно пахнет яблоком, корицей, таким яблочным пирогом, что ли. Атмосферный, атмосферный аромат. Мне он очень нравится. И в том году я его покупала, а в этом году его купила мама. А у меня еще с прошлого года запасик есть, представляете? Дальше. Баблгам. Это уже новинка этого года. Пахнет прям такой жвачкой. Дальше. Что тут у нас? Два геля. Карамельное настроение. Вот такой вот с тигренком. И пахнет этот гель молочным коктейлем. Один гель лимонный кекс. Вот такой вот. Пахнет лимончиком, лимонным манником. Но вот эти гели красненькие, которые у нас с прошлого года, мне кажется, они намного больше пахнут лимонным кексом, нежели вот этот. Вот эти гели один мама заказала, один я. Называется новогодняя выпечка. Знаете, тут запах. Ой, обалденный. Вот тут вот прям реально. Какая-то лимонная печенье с лимонной меренгой. Я, в общем, в том году брала и в этом решила тоже повторить. И смотрите, как классно он смотрится с моей кофточкой. Вы, кстати, делаете такие подарки в одном цвете? Представьте, например, кому-нибудь вы подарите вот такой джемпер, вот такой вот гель для душа и какую-нибудь там красную помаду, например, бордовую. И вообще прям шикарный подарок, на мой взгляд. Так, дальше. Из умывашек, так скажем, да, ботаника шампунь идет по хорошей скидке. Вот такой большой объем, 400 миллилитров. Идет по хорошей скидке в 16 каталоге как бонус за покупку. И для своей бабушки я взяла для ослабленных и склонных к выпадению волос с касторовым маслом и хмелем. Хороший шампунь. Я ей такой уже покупала. Она одобрила, сказала, нормально, пойдет. Вот я ей взяла сразу большую бутылку, потому что живем в разных городах, чтобы не катать по маленьким баночкам. Сестра заказала гель для стирки темных и черных вещей. Жидкое средство, концентрированное, хватает на 20 стирок. На самом деле хорошее средство. У меня оно дома есть всегда. Все гели для стирки наши, фиберликовские, у меня всегда есть дома, всегда есть в запасе. Черные и темные вещи стирает просто-напросто. Отлично. Если есть какие-то дополнительные загрязнения, можете добавить пятновыводитель или попшикать спреем пятновыводителем, если, например, где-то в подмышках или на воротничке, или какое-то просто пятно посадили. А потом либо в машинку, либо на руках. Я, например, удивляюсь, когда блогеры говорят, у меня этот гель ничего не отстирывает. Я не знаю. У меня даже на руках, когда я стираю, я часто стираю вещи на руках. Я их берегу. Мне кажется, в машинке все равно как-то их больше жизнь-то трясет, чем на руках. Я очень часто стираю вещи на руках. И даже на руках в теплой воде все отстирывается. Я не знаю, как. Может, там какие-то супер пятна, конечно. Но если есть пятно, опять же, спреем попшикал, и будет тебе счастье. Также я наконец-то заказала. Не прошло и сто лет. У нас на складе появился вот такой вот магнитик. «Малиновые мишки 910250». Артикул. Называю артикул, потому что вы, наверное, вообще уже забыли про существование этого магнита. Смотрите, он, кстати, очень даже симпатичный. Такой большой. Резиновый. Ну, в общем, такой прорезиненный, как все наши магниты стандартные фиберликовские. И такой милый медвежонок с банкой малинового варенья. Ну, по-моему, прелесть. Купила, будет на холодильнике, потом медленно перекочует на детскую магнитную доску. Я это точно знаю. Также в моем заказе два лака для ногтей. Это лимитированная новогодняя коллекция лаки с блестками. Я вам уже показывала оттенок Елизавета. И мы с мамой взяли себе по одному лаку еще. Это оттенок Кармен 78-77. Вот такие красные блестки. Есть более крупные, есть более мелкие здесь блестки. И опять же, посмотрите, как к джемперу подходит. Мы уже собрали подарок практически. Комплект. Вот такой вот лак. А себе я взяла оттенок Офелия. Здесь прозрачная база с мелкими-мелкими блестками. И вот такие голографические крупные блестки. То есть, обращайте внимание, как в каталоге нарисовано, так и есть. Есть лаки с более крупными блестками. Есть лаки с более мелкими блестками, как, например, Елизавета и Кармен. Вот, в общем, смотрите. Мне очень нравится, что эти лаки названы в честь знаменитых женщин, да, в честь литературных героинь. Вот Кармен, Офелия, например, да, Елизавета. Это, ну, я не знаю, вот именно Елизавета, какая литературная героиня, да. У меня сразу бедная Лиза в голову приходит на наш не Елизавета, да. Мне кажется, Елизавета – это в честь императрицы. Ну, в общем, вы поняли меня, да. Так, дальше, что я вам еще покажу. А покажу я вам вот такие вот спонжи. Это относительная новинка. Артикл 910243. У меня и мама, и сестра заказали себе эти спонжи. Что хочу сказать. Мама, в общем, она подсела на спонжи и говорит, наноси тональные средства, не руками, наноси спонжем. Вот, и говорю, мне прям нравится. Ну, это намного удобнее, чем руками там этот тональник растирать. И она заказала тональные средства в Арифлейм, и спонжик пришел в подарок. Помните, я вам говорила об этом, что там спонж мне тоже пришел в подарок, и он был какой-то... В общем, после первой стирки он уже начал разваливаться. В общем, мама сказала, что, наверное, месяца не прошло, или около месяца, при том, что она не каждый день его стирала. Она говорит, он развалился просто. Он просто развалился на маленькие кусочки. Вот, и заказала фаберлик-спонж. У меня раньше был фаберликовский спонж, он был хорошего качества. Смотрите, здесь одна часть скошенная, да, чтобы наносить средства на более крупные зоны, там, на щеки, на лоб, например, да. И есть вот такой вот а-ля бьюти-блендер, да, носик, чтобы на крылья носа, например, наносить. Здорово, что здесь вот такая вот баночка-коробочка, в которой можно этот спонж хранить и, в общем-то, с собой куда-то перевозить. Это здорово. Спонжик такой мягкий, упругий, хороший такой. Мне понравился. Еще я вам покажу вот такую вот новинку из осенней коллекции Бурмачикова. Это головной убор, который заказала моя мама себе. Это вот такая вот кепка. По-моему, даже она очень даже интересная. Но сейчас уже мне, конечно же, не походишь, потому что зима на улице. Ну, да ладно. Артикул 600-723 на размер головы 56-57. В составе 42% полиэстер, 40% полиуретан, 18% шерсть. То есть здесь вот в этой вот части даже шерсть присутствует с пальто, с осенней курточкой. Вполне. Смотрите. Видите, цвет очень красивый, приятная на ощупь. Сзади по голове следующим образом регулируется. То есть здесь уже не пластмасска, а вот эта вот железная фурнитура серебристого цвета. Здесь форму держит. И вот это полиуретан, понятное дело, на козырьке. Черный козырек. Все прекрасно прострочено. Изнутри кепочка выглядит следующим образом. Ну, давайте я ее примерю, что ли, чтобы вам было более-менее наглядно и понятно. Я кепки не ношу. Я вот честно, я не знаю, как они должны сидеть, как они должны смотреться. Мама носит. Вот. Я не знаю, идет мне или не идет. Можете написать в комментариях. Вот. Ну, как-то так. В общем. Ой, не знаю. Ну, вот так, в общем, кепка смотрится. У меня прям уши эти торчат из-под кепки. Наверное, поэтому я кепки и не ношу. Ну, вот. Как-то так смотрится кепочка. Ну, по-моему, вполне. Да? Ну, тут еще по голове надо отрегулировать. Побольше, поменьше. Ну, мне кажется, вполне сносная. Она тепленькая вот на самом деле, да? Что на осень, такую теплую осень, мне кажется, подойдет. Ну, вот и все. На этом мой обзор на сегодня окончен. Он какой-то не очень большой получился. Ну, вот какой заказ пришел, в общем-то, да? То я вам и рассказываю. Просто у меня же заказы еще там, новинки, автозаказы какие-то еще идут. Биоси мне пришло, наконец-то. Представляете, я его еще в сентябре месяц заказывала. Наконец-то мне пришла моя посылка. Вот. Буду все это тестировать, пробовать. Потом уже делиться с вами впечатлениями. Не первыми, да, впечатлениями, а уже такими, так скажем, обдуманными, осмысленными впечатлениями. Ну, все. Знаете, мне кажется, хоть видео маленькое, заказ маленький, но достаточно разнообразный. Да, и одежда, и еда, и Новый год, и вообще вот все, что надо для человека, для души. Коробочка пустая. Все, одинокий чек, кто так болтыхается. Ну, и я надеюсь, конечно же, что мой ролик был для вас полезен и интересен. Что вы что-то новенькое, интересненькое для себя присмотрели. Может быть, что-то теперь закажете, да, раздумывали, брать, не брать. Вот. Ну, и я надеюсь, что, конечно же, мое видео заслужило лайк. Лайк и вашу подписку. Ну, все. На этом у меня все. Хорошего вам настроения, крепкого здоровья, и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.